Владимир, привет! Ну что ж, прежде чем мы начнем разузнавать о всех секретах продвижения в YouTube, я хотел бы тебе предложить сыграть некую игру. Я выступлю в роли такого ученика, конкурента, который хочет создать некий сервис по продвижению, монетизации различного видеоконтента в YouTube. И буду просить тебя выведать все те секреты, которыми ты обладаешь. Готов пойти на такой эксперимент? Да, конечно, давай попробуем. Ну что ж, первый тогда вопрос. Я у тебя спрошу как у такого коучера. Сколько вообще у вас проектов в компании? Какие, может быть, видеоканалы вы продвигаете? Что у вас с портфолио? Если говорить именно о портфолио проектов на YouTube, то в настоящий момент у нас в управлении находится порядка четырех сотен видеоканалов. Четырех сотен? Да, среди них есть достаточно большое количество премиум-партнеров. Если мы говорим о премиум-партнерах, то я подразумеваю под этим контент, который так или иначе может демонстрироваться на телевидении. Это анимация, это художественные фильмы, это документальные фильмы, это, собственно, каналы телеканалов региональных, кабельных. И также у нас есть достаточно большое количество партнеров физических лиц, блогеров, собственно, девушек, молодых людей, которые ведут блоги, рассказывают какие-то интересные вещи о своей жизни и так далее. Ну, смотри, я собираюсь за сервис, который поможет и мне, возможно, и моим партнерам монетизировать свое собственное видео. Почему именно YouTube? Почему не Routube? Почему не Яндекс.Видео? Да, хороший вопрос. Я думаю, что ответ на этот вопрос становится очевидным, если мы посмотрим на данные статистики. На сегодняшний день YouTube является признанным мировым лидером в области интернет-видео. Если мы говорим о российской аудитории, то по самым скромным подсчетам аудитория YouTube можно сравнить с аудиторией всех остальных видеоресурсов в Рунете вместе взятых. То есть, в первую очередь, YouTube сам по себе является колоссальным источником трафика. Ни для кого не секрет, что YouTube является вторым в мире после Google поисковым сервисом. То есть, по количеству запросов YouTube может соперничать только Google. А может быть еще вопрос в том, что YouTube предлагает больше денег, когда я пытаюсь монетизировать свое видео? Если мы говорим о монетизации, то нужно четко понимать. Мы говорим о создателях премиум контента, либо о создателях пользовательского контента. Если мы говорим о премиум контенте, то в Рунете есть несколько сервисов, которые предлагают достаточно конкурентные условия для правообладателей. Собственно, помимо того, что мы занимаемся агрегацией контента для YouTube, мы также занимаемся агрегацией интернет-прав на различный премиум контент и активно работаем с другими площадками Рунета. С такими, как Twigl.ru, Iveru, VideoMore, Routube, собственно, всеми лидерами российского рынка. И я могу сказать, что если мы говорим о премиум контенте и о, скажем так, средней стоимости одного просмотра, то все эти площадки могут конкурировать с YouTube достаточно активно. Но если мы говорим об аудитории, об охвате и о количестве сгенерированных просмотров, то YouTube, конечно же, вне конкуренции. Еще раз могу подчеркнуть, что и по этим данным, по, собственно, нашим собственным данным, YouTube можно сравнить со всеми остальными площадками вместе взятыми. Я собрался размещать в свое видео контент на YouTube. Мне необходимо подписать какое-то пользовательское соглашение с этим видеохостингом. Опять же, если мы говорим о физическом лице, который хочет размещать видеоконтент. Физическое лицо, сервис, предположим, да, который делает собственное видео, ну, не знаю, наш видеоканал, например. Например, ваш видеоканал. Ситуация на YouTube меняется достаточно быстро, и на сегодняшний день фактически есть три различных программы, которые позволяют так или иначе монетизировать видео. Примерно несколько месяцев назад, я думаю, это случилось где-то в феврале-марте, YouTube пошел на беспрецедентные меры. Сейчас, в принципе, любой пользователь может создать канал на YouTube, завести аккаунт в AdSense и, собственно, монетизировать свои видеоролики с помощью сервиса AdSense. То есть буквально за несколько минут вы можете создать сервис и монетизировать, создать свой канал и монетизировать на нем видео. К сожалению, вы не будете обладать всеми теми же возможностями, которыми обладают партнеры, подключенные к YouTube Premium Partner. Собственно, вторая программа – это онлайн-партнерская программа, которая находится где-то посередине между AdSense-партнерской программой и YouTube Premium Partner. И, собственно, программа, которая предназначена для самых искушенных и самых топовых производителей видеоконтента – это YouTube Premium Partner, собственно, программа, которую представляем мы. Вот по второму и по третьему, что я должен предоставить YouTube или кому-то, может быть, еще, чтобы стать таким партнером? Если вы не телеканал, если вы не крупнейший производитель видеоконтента в данном регионе, то, скорее всего, Google отправит вас к одному из агрегаторов. Собственно, одним из таких агрегаторов России являемся мы. И, собственно, с нами можно заключить договор и подключиться с нашей помощью к YouTube Premium Partner. Это все занимает буквально несколько рабочих дней. Ну, что ж, в начале передачи-то я сказал, да, что хочу создать некий аналогичный сервис вашему, поэтому хочу выведать секреты. Поэтому, что я должен буду рассказать своим будущим заказчикам, что я для них буду выполнять, что я для них буду делать? Вот ты можешь перечислить? Да, конечно. Создание брендированного, да? Сфера компетенции и поле сотрудничества с различными правообладателями, с различными производителями контента может быть абсолютно различной. Начиная от полного управления каталогом прав, при котором компания-производитель контента передает нам лицензию на свои произведения, мы сами создаем канал, сами размещаем там контент, сами занимаемся промоушеном этого контента, сами получаем деньги и, собственно, выплачиваем роялти правообладателю. Сотрудничество может начинаться и в какой-то другой момент. Например, у правообладателя уже может быть свой канал, на котором размещен контент. И правообладатель, например, просто хочет подключиться к YouTube Premium Partner, чтобы иметь возможность монетизировать свой контент и иметь возможность брендировать свой канал. А также воспользоваться рядом других дополнительных возможностей, таких, например, как запуск живых трансляций. При этом, например, производитель контента может сам заниматься продвижением. Продвижением можем заниматься мы. То есть мы готовы подключиться на любом из этапов и... Продолжение следует...